всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно буди enter и и мы будем на ваших глазах обозревать карту transport fish да это у нас 196 варкап проходил с 28 мая марта по 5 мая уже все ближе ближе к лету приближаются мы варкапами и в общем то я не знаю enter кто кто из нас больше ее играл я его нет я и вообще не так что мы видим видим вот эти вот как сказать их типа провода и изначально я когда появился я подумал что это чтобы ним нельзя бегать что это просто но на самом деле по ним можно бегать я думаю что вот отсюда как-то можно попробовать вот так словить допустим стики а вот тут там высота другая да не получится она я думал просто может быть можно сразу с этого начать то что можно стоит рандомный лоб ну и точнее не рандомная весьма стабильные с таким обам примутым словить стики и быть как бы в плюсе сразу на старте можно зайти сюда куда-то и принципе даже против этот шаг сделать либо вообще умудрится сделать кое-что чтобы плазму дает вот здесь вот у нас чтобы сделать кое-как гб допустим сразу дабл джампить куда-то туда лететь в общем-то указал что за карта а чёрный я смотрю скорее всего нет снизу то не знаю по лазе там подавать у меня тут тоже тут можно ползать везде только вот внизу килл и у действует но это один сплошно это понимаю натянут не пускает а сзади какая-то кстати что-то там ослепает дух авантюризма ничего просто падает ничего интересного кто моппер кстати не знаешь они с вот я нет я не знаю ты ты там смотрел от того со я могу тоже конечно глянуть нт копчик копчик ничего не чёток до 2 маленькой за подбором у меня нет ни так ни так открыт чапотек народ архив 196 подожди а почему ну ладно у нас на варкапах просто не пишется кто моппер карты почему там нигде ну не знаю кстати можно попробовать об этом сказать носку и возможно мы начнем писать это надо знать мопперов лицо вник во что-нибудь еще да ну в общем на старте у нас типа там который даже если вы не умеете прыгать можно просто пойти пешком и в принципе тут все можно пройти даже пешком даже ступеньки тоже пешком проходится посмотрите на это чудо круто сделали тут по моему между ступеньками еще мини ступеньки да 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 клип клиповые ступеньки такие маленькие это это очень кстати классная задумка то есть казалось бы да проскакивает с собой здорово и вот рампа кстати возможно есть может даже ее можно использовать ну в общем нам здесь дают плазму дают нам ее здесь сколько хочешь если если мы вдруг не можем забраться то нам дают вам дают нам еще потом не уязвимости очень много в принципе торопиться нету здесь у нас рампа утре не знаю рождение этот клип он не успел посмотреть ты быстро дергаешься ну смысла клон еще лучше я стреляю и никогда не понятно понятно видно же что вот так и в общем то вот мы залезли сюда принципе логично что нужно с хорошим double jump вылетать сразу туда потому что больше некуда мы можем залезть куда-то просто да но я не знаю и видим развилку точно такие же ступеньки волшебные очень классные надо взять на заметку здесь у нас ничего нет здесь у нас также зеркальный ничего нет вперед вперед мы никак не запрыгнем мы с ты нам не хватит там собственно ты не надо мы обходим это все дело и дают нам опять 2 стекла змы так здесь у нас я сплавно то не залезал ни разу там есть что-нибудь а это такая обычная и сверху там так тогда куда же я проложу здесь нет это не дает вторая часть карты куда нужно это идти я тут не проложу следующая дальше короче мы не взяли плазму взяли плазму здесь мы добавляем либо плазмы также можете сюда забраться здесь мы выяснили нас кидает тут обратно туда в общем-то мы плазмим так что что опять же кидают старое место да но на старт значит глаза еще выше так и плазма кончил все хорошо маппер позаботился о том что у нас было много плазмы значит мы можем тупить бегать а а здесь отбирают а вот здесь ракета бишь и ракета был слиз отлично здесь ракеты люблю а значит нам туда а но здесь значит возможно ну такси не подойди что-то круто и круто разные не звездочки всякие ой слушай надо ой слушай на лыска бокс стране какой-то он просто очень близко расположен я за него взлетаю и все так он классный небо все такое и надо украсть его это отражение видимо того что из к боксу нет или отражение встать мы туда не можем и просто забираться эти детали у нас закреплены это веба клип и все хорошо тут тут у нас те же ступеньки да да те же ступеньки волшебны вот эта фигня волшебный бровода который нам не помешает это очень большой плюс это очень это прям мапперу все больше и больше в карму плюсиков сейчас падает копчик да вот он нам никак не помешает в общем то здесь это не показано где телепорты что нельзя цепляться внизу есть от и пробаться телепортируешься забрали меня ракету и добавили добавили плазминга так и сюда не пускают далее 2 бы фиге здесь а и внизу еще ближе а сколько внизу лежит я буду два раза тут 2 бы фиге просто лежит по ходу ты же слышишь она подобраться и разу видимо 2 бы фиге так плазма у меня нет значит в любом случае теперь по низу здесь здесь опять телепорт так и вон там что то есть вот это я так понимаю телепорты и здесь у нас финиш ну такая ну блин она для изучения для понятия куда бежать мне кажется очень сложная потому что реально не особо понятно и телепорты все это идите и много раз упадешь там ну хоть бы он и не знаю натянул что-нибудь над телепортами чтобы было понятно куда нельзя наступать ну да потому что здесь кстати такой телепорт вижу на стартной на финиш кидает может быть можно как-то с пофиги стрелять со скоростью ну ты вот подошел в эту точку вы финиш может можно как-то за из может кто-то даже юзал не знаю надо это не знаю так ночью ладно давай я попрыгаю сюда давай enter расскажи нам секретов здесь вроде бы нету да здесь ничего нету просто такой типа зима начале вначале хочется здесь как-нибудь снизу обойти старт брать там ракет вернуться но нельзя потому что здесь тоже старт триггер натянут и его как никак не пройти и он так один раз действует и снизу там не пробежать потому что здесь нас телепортирует горизонтально который нас теряет вот что тут рассказывать начали как обычно три прыжка раз два три и дальше сейчас мы рассказываем про физику себе м про который наверно позже здесь не так уж руку клип тоже будем я не знаю здесь очень большая разница я я не помню играл ли я в кудре короче здесь как можно залезать наверх вариант номер один делаем дабл джамп то есть короче выступать завязай на него и потом это вариант номер один вариант номер два сложнее это как объяснить в общем если у нас очень много вертикальной скорости то мы можем сделать дабл джамп и потом вот так вот заплазнуть вот этой штуки и завернуть потом сразу наверх и это вроде быстрее намного получается чем два прыжка делать сначала сюда потом сюда но физике в кудре к сожалению вот таких воротов не сделать и приходит двумя способами то есть сначала сюда залезать потом уже наверх туда плазмить я ударился головой об этот угол и поэтому меня бог туда откинул и я не хватило высоты чтобы залезть поэтому нужно здесь посильнее направо выжимать то есть нужно посильнее кнопочку вправо выжимать ну или в левую если кто-то по левой стороне это заходит сейчас я попробую все-таки пройти как-нибудь вот таким вот образом в идеале у нас очень много ну мы получаем горизонтальную скорость все сохраняем на повороте еще немножко даже набираем пытаемся и потом у нас этой скорости проходим дальше ну здесь принципе нас все отобрали и нас больше ничего нет здесь ничего интересного мы здесь два прыжка пропрыгиваем берем этот плазму здесь как-нибудь или скинем или очень прыгаем прыгаем по хорошему по очень хорошему нужно в этом месте делать чтобы не мучиться с этим всем с прохождением но и плюс он нам добавить скорости после того как мы там вылетаем мы здесь делаем по моему два прыжка да мы можем здесь после взятия этой плазмы сделать устануть бог после этого пуста сделать дабл даблджампа вот этот выступ и запрыгнуть к следующей плазмы дальше мы здесь на дают плазму это понятно после даблджампа мы приземляемся прямо на самый-самый краешек немножко плазмы забыл как прыгать да и по тут выплазмы таким вот образом так ракета гранд к ракете через верх все это полетается либо спереди но не знаю сколько это нормально так так вот обретать физики себе если мы вылетаем через верх мы можем завернуть кнопочки влево или в бок или стоит справа и на ходу сохранив немножко скорости подобрав ракет начинать дальше проходить ракета здесь по-любому подбирается потому что где-то здесь отбор всего был он работает в одну сторону нет он дальше по моему находится он отбирает все и видимо такую одну сторону перед рампой типа поэтому есть вариант проходить это все видимо с плазмой по идее сроки там быстрее потому что у нас имеется дофига скорости мы заворачиваем берем рокет начинаем устрелять и полетаем туда на большую скорость получится больше скорости набрать и прям ну то есть теоретически можно не пересекать от триггер который нас все отберет а просто заплазнуть вверх и вообще плазму и дальше проходить как-нибудь так вот если мы просто как обычно то мы берем ракету у нас аж 200 штук мы можем вылететь пол и пролететь дальше здесь был были свои косяки в общем не очень удобное место потому что нужно приземляться очень узенькая здесь пространство хоть она вроде такой уж маленькая но все равно постоянно или в головой цепляешься за эти вот за эту дверь которая сверху либо за что-нибудь в общем постоянно за что-нибудь цепляешься здесь нужно вроде бы боковина стрельба тебе звонят да звонят берешь трубку так ладно после взятия ракеты мы влетаем в этот тоннельчик по идее по приземлению нам нужно сделать себе дабл джамп здесь по любому еще где-нибудь юзается ракета обычно здесь боковую стенку чтобы быстрее туда дальше улетать либо вот здесь вот боковую стенку либо в пол если мы летим таким образом то что приземляемся куда-то куда-то в этот район можно просто же сделать чтобы дальше пролететь типа такого таким образом дальше дальше еще у нас такой тоннель с проводами с кучей всего там точно чинит ухты ухты их офигеть как круто блин нет чтобы блин а здесь можно лазить интересно я сейчас здесь нельзя здесь нет нельзя я вдруг можно а я застрял да я застрял в общем проход офигенный так и здесь тоже застрял блин почему здесь нельзя лазить здесь видимо что-то мешается какой-то может просто клип все но мне кажется да здесь все клипы я внутри клипа нахожусь поэтому я могу ничего делать но выглядит тут офигенно как будто такой типа под потолком типа в фильм про чужого знаешь да 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 кстати тоже хотел сказать про чешу да он по этим трубам лазил тут в общем классно сделано так в игре мы должны с ракетами проходить дальше здесь где-то в общем спарим ракетами во все что можно полетаем все все это здесь вверх потом здесь у нас втыкаясь в эту рампочку нас немножко подкидывает как здесь ничего нет интересного нет ничего нас немножко подкидывает мы заворачиваем в бок приземляемся как раз на фигу делаем там не знаю либо и и летаем а где-то отбор в общем как не обратно вернуться на смысл и из двух фугинок мы заветаем на финиш и тут финиш в этой стенке прям в притык нужно втыкаться в притык там не триггер да триггер мне показалось он пораньше на ступеньки наверх нет я только что проверял их стоял здесь он нет таймера счетикл прикольные текстурки которые двигаются они по мне только здесь они много еще где ну да там где плазму подбирают где ракета там по моему есть можно проходить через верх насколько это выгодно то есть здесь у нас здесь ведь отбирают все ракеты где-то не помню где но в этом на этом еще есть здесь у нас поэтому у нас там не хватает ни на что и приходится юзать бифугу ну конечно и пройти как нибудь вроде много всего много деталей по сути карта не очень большая получилась потому что здесь через верх кстати удобнее будет один не уверен мне кажется зависимость того куда приземлишься как приземляешься забыл джампом и все тут тут с этой ракетой ты по-разному летишь то вверх то вниз плюс вот та рампа она как-то по-разному и зайца по идее по хорошему нужно стрелять ракетой вот здесь вот пониже лететь и стрелять вот таким вот образом как можно на горизонтальной скорости я не знаю почему здесь я постоянно улетаю вперед куда-то или башкой цепляюсь или вот в этом цепляюсь удобно тут все сделано то есть не будут в этот угол цепляюсь ну в общем два варианта либо через верх как-то все это пролетать либо через 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 низ вот как я сейчас но здесь по идее езжается все все бафаги что можно или сих три штуки здесь тут 1 2 по моему они очень быстро стреляются носить ну да там их надо как можно быстрее до выстрелить и либо можно вот этот телепорт язык который там сразу на финишки да ну нет сбыв иди у тебя скорость намного больше будет сбыв иди ты смотри тут три и прямо на большую скорость за улетаешь если вниз то ты приземляешься в 10 на ступеньке ищите топ топ и до финиша надо я не знаю насколько это нормально и как здесь конкретно натянут этот финиш триггер не финиш телепорт триггер на тиком пили до смотреть то есть можно сделать почему я приземляюсь нормально в общем не уверен то что падение в этот триггер сделает получится сделаем тебя быстрее чем позволит финиш встречам надо тестить конечно смотреть потому что телепорт тоже можно по-разному заведу ну давай да пройдите ну я сейчас прошел я мог конечно пройти внутри здесь к сожалению буста нету здесь приходится к пешочком прыгать заворачивать вот этих вот фрейма jump и делать здесь плазмить кое-как здесь попрыгивается туда наверх не так и просто залезть и снизу цепляешься и сверху можете вот этот вот стоит я там по моему как урва потолок нету ножка в общем выку 3 здесь больше этим вес за которые можно зацепиться и здесь что-то торчит все раздражает здесь очень много маленьких цепляешься здесь стены нету хотя очень хочется выставлять вот видишь вот-вот видал видал все это просто мой рот надо было отправлять дым блин я короче буду начну дэмпти отправлять по ходу на варкап и не дам димону для игры зарачивать мне кажется проще после просто здесь выстрелить в эту стенку а почему я не знаю когда брагеры настрой устроены там видимо триггер был который отобрал а мне только что все такого где я не знаю где-то он просто взял отобрал а он вот так вот вертикально натянут видимо скорее всего я могу здесь прыгнуть потом все равно сбавки будет быстрее мне кажется чем через репорту да да вполне из интересного сейчас через полетаю вряд ли здесь конечно такое крутое есть кроме него в skybox его сама карта офигенно здесь столько маленьких деталей здесь прям так круто все сделано не знаю с душой сделал прям из фильм про тяжелого вот эти вот двигающиеся типа эскалаторы которые меня не двигают хотя прям ну он почти бегают так это текстура то есть это просто браш на которой текстуры двигающиеся на тянута вот так дальше что тут еще интересно внизу может что то есть сколько тут всякого крутого я пока отключу от него да она классная она все равно она слишком близко там для оптимизации находится слишком узко типа в общем здесь столько малень много маленьких деталей карты выглядит очень круто мне кажется сделали бы ее раза в два просто побольше было бы офигенней просто взять мапу сделать scale x2 и и запустить будет круто идея кстати ну да ну можно много карт замиксовать сейчас принципе то взять там тот же s1 scale x5 побежали строить по приводе или сидероки там скил x5 каких-то таких отдельных комнаток я не вижу здесь все в общем все на виду все только нужное ничего такого скрытого я помню то что здесь плазму для подбирал да и потом хотел наверх залезть вот если мы здесь возьмем плазмы как-то умудримся пролезть наверх то мы окажемся срежем прям дофига но вряд ли это получится потому что тут клипы скорее всего везде это думаю это у нас это у нас место которое мы мы оттуда пробегаем туда ракетой здесь я могу а здесь или позже ты там даже если поднимешься ты не заберешься вот здесь у нас горизонтально телепорт натянут и вот туда вниз упасть вроде как не получается нормально если с другой стороны с другой стороны вреда там можно пролезть но все равно тут но он позаботился конечно о том чтобы никто не счетырил особенно такие любопытные как ты сейчас а если здесь здесь между этими штуковинами видимо и не пролезть не сверху ни с одной стороны с этой стороны тоже не получается очень хорошо и здесь скорее всего это брали все внутри гири стоял и в общем если бы не было этого клипа то можно было бы со старта после трех прыжков до сделать добыча и и улететь сюда гараж на финиш почти но здесь есть клип и триггер и все даже если получится каким-то чудесным образом пролететь клип то телепорт в любом случае отправит вас обратно нет но он отправит нас на следующий уровень это все же лучше не ну да но ты не пролетишь клип и к сожалению короче а вот тут тоже эти на как это называется текстуру до двигающийся эскалатор и короче ладно мы сейчас переходим к просмотру демок на вот этой крутой карте так это у нас 195 да они подожди а а 96 как она нифига зеркало работает даже при выключенном skybox и когда стекло стекло такое стекло которое что отражает skybox какой skybox я его выключил даже выключил визуальное отображение для себя он же по факту там есть правильно а что тогда сказать стекло отражает почему у меня нет не выключается отражение ну броши взаимодействует между собой и странно и там есть все так много да и переходим к просмотру демок будет одна бонусная демка там от ютона который сейчас держит первый рекорд 96 96 начнем с vq3 volvi канада 36.0 play демка демка вроде демка ну вроде да хе не мувик хе 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 просто демка да и да и так вот в кудре прохождение тоже вот двумя ну два этапа поднимался потому что внутри вроде по любому два этапа дверь которая открылась там там дверь была? да я я я не знал да она просто очень быстро открывается и рано ей нет здесь есть дверь классно еще и двери вообще офигеть так и вот здесь кстати интересный момент как тут а в два прыжка по идее да да и вот с телепортом раз а вот кстати vq3 наверняка вот этот телепорт очень даже выгодный может быть да vq3 может быть аааа 34.9 на секунду побыстрее вайпер из Тольятти play вот выстрел зачем ну да когда кираешься после он тебе угрожает нет нет выстрелил в тебя потом появиться нужно два раза быстро нажать на кнопку он три раза нажал нет он тебе угрожает я знаю пацанов стоять и они очень опасны да это если чё там нету если чё позвонишь кстати внутри можно было прыгать на этот уголок я не в курсе был этого но ну ты как бы типа твой секрет ты никому не скажешь это мой это мой я это вспомнил когда это он уже прыгнул об этой штуке play gravity на целых 10 секунд я нажал я тоже из кирова на целых 10 секунд уже отрыв сразу просто мгновенный так что покажется играть спорта гранцы был выгоднее закупки какой раз там впереди когда назад надо было стрелять о нифига у него да круто офигеть финиш вот это вот то что я кстати только сейчас заметил это как раз уже для ваку 3 сделано по идее вот это вот заворот на боевку вообще можно было пострелять под плазмой монстры 25 и 2 play быстрее на 700 миллисекунд интересно наверняка очень классно проходит да даже очень динамично сама карта оказалось бы вот даже многие же карты выкутрение достаточно таки новости но скучновато немножко а тут какая-то стенд вижу что даже проходил вообще нормально мне кажется потолок выступает ракетой да тоже вот это использовал я и даже не сразу заметил и финиш намного быстрее 248 у винтера на 600 да нет на 400 честно я не помню играл я играл ли я в п3 потому что пару раз прошел и все тоже стройка проходил начале получилось выстрелить много деталей узенькая немножко карта но в принципе динамично и быстро икс аж икс 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 на два фрейма подожди так и зовут его это хэйз а это хэйз play а это типа он а заменил на икс да и его заменил на икс ну да заменил классный классный хэйз хэхэх камни так в worried сп взял на 0 он то zus шли мне кажется там знаешь можно было извратиться закидывать рокет наперёд в одно место чтобы он летит медленно и вы перегоняешь и все а у тебя там 1100 где-то ну да бесполезно получит это был топ-2 кстати в интернет топ-3 и gmx опасный толья из тольятти тольяттиц или как их назвать-то как тольятинцы зовутся тольятинцы тольяттиц смотри этот не угрожает тебе не стреляет не знаю ты записываешь просто и больше всех критиковал у тебя финишки достаточно такой последнего я бы сказал медленно и но все равно да за счет хорошего старта все вырулил так и сразу я думаю желаемки а лишь топ-1 заняты на золотым крутым местом также можем глянуть топ ну дамку вне зачета это от ютуна тоже в уку-3 раз мы читаем ку-3 смотрим от сорт фиша так play это демка аж 2011 года и и на 2 на секунду на 1 и 2 побыстрее чем океан x четко количество плазминок пустил краешком пикселем за целую и прям на финиш приземлется да и вот финиш очень быстро получил блин ночью сидеть очень быстро и переходим к рассмотру cpm цпм через провод дамок утопку 50 секунд где же там он потратил все это 50 секунд время свое драгоценно где же я же за прошел кое-как за 26 ниже опускать плазму танту не взял взял набрал вторую там кстати триггером еще попробую дает заснулся здесь везде затыкал скорость у него мало не использует друзья что это более телепорт прыгнет и просто один получилось не сперва разно получилось следующий 720 россии 39 play быстрее на 20 секунд которые в конце утопку потратил скорее всего посмотрим начало то что утре начинал два этапа и он залетел на финиш вот так же просто просто бафугу под себя и спокойно заворачиваешь ладно лучше ну тик 28 и 3 play быстрее на сколько там две с лишним секунды на 2 лишь и лавиной за годжам два прыжка перепрыгивает подбирает ракета наверх из двумя ракетами цепился там немножко на ладу через верх хотя надо было более полога ракета так так себе пройдено так себе мог бы получше наверно постараться но лунтик не знаю может быть но три секунды в воскресе тихо бип из объединенного королевства до дина кингдом быстро кстати эти два этапа делал вот здесь напрямую стоит очень маленькая получилось так ладно следующий x8 25 один play буквально на один фрейм перебила сити хабиба ну еще посмотрим где же он лежит один фрейм ты его найдешь наверняка напрямую здесь тоже лишний прыжок да вот здесь напрямую скорость вот 25 один следующий белье кач дуки чья я как 246 на 500-600 для учета ассоциации с дукалисом идет 2 . ракеты в принципе нормальный скорость конечно маленькая но что поделать почему он не продолжает прыгать зачем они останавливаются подбирают это бы фугу и потом только начинают прыгать можно нервничают можно же прям на скорости прыжок зажать прыгнул на кругу и дальше составляешь стенки было быстрее так ладно вольве 24 один play быстрее еще на полсекунды посмотрим где и как подъем тоже два этапа скорость нормально была кстати полсекунды или чуть больше из-за этого но он просто не попал бы фугой там поэтому получу на еще шестьсот примерно в гималине ну быстрее да мастере она на 900 в общем около 500 из белараш беларусь просто волос он сразу залетал наверх лишь как но это ну это вот это он не захотел учить не получается там ракета минус тонн так дальше римыч 22 и 1 play нас 1 и 4 по высоте полторы секунды почти очень очень быстро я думаю что он нормально прошел я посмотрю сразу залетал кстати очень хорошо залетел скорость стать сохранил сразу на ракету скорость неплохая и на дофиге не останавливался стрелял и через телепорда тоже не хватило неплохо как бы мышку что не довернул он немножко не может да может немножко как занервничал что ли тоже бывает так в конце хулиган 20 на 8 play быстрее на 300 или секунд и чуть-чуть все посмотрим сразу наверх залет долги надо посмотреть как где триггер она прямо на краешке триггер то есть если ты пустишь самый сложно очередь прикольно через телепорт тоже да классно получилось молодец на 400 на 400 миллисекунд побыстрее деку россии владивосток тоже оффлайн демка начинал с левым цирком другой где заварки бишь место нам сразу скорость хорошая скорость нормальная ты тоже кто же не останавливался он по скорости материал да много блин он бы 20 по любому сделал так обидно если мне только так вот и кстати сейчас это будет твой любимый динозавр а это это этот каково чувак с mortal kombat я не помню откуда но с аниме там кипиш 12 8 на в одну и play 6 16 побыстрее где туда пробахнулся дочь не хочу 1 и 6 до такие свои ух ты высшая математиками у меня тупит давай заново и разовый подожжетов вот он динозаврик динозавр назвал в у вас сковоротом сохраним скорости и вот красавчик никто пока кстати не брал ту плазму чтобы сделать гб и либо просто скорость неплохая какой-как и 3 кстати в никуда улетел сейчас я и сетки социально даже я посмотрю на ее модель так это тоже мы же смотрели в на прошлом паркаре знают а целый варка прошел ты чё это же как давно не видим в общем это динозавр такой ухты у него у него даже эти есть какого волосы челкать его прическа или что ну хайр или как его там назвать быстрее на 100 миллисекунд сразу наверх без обратного тоже неплохо сохраним скорости получилось единственной скорости через вверх с хорошей бы фигой кстати завернул да уже очень классно прошел уже вот второй варкап мне прямо очень нравится как он проходит следующих из 18 5 play на целый на 800 секунду и и 200 ты чё она кстати скорость хорошая куда он там пальнул что это было вообще такое паническая я посмотрю что он там то либо фугой хотел сразу вот он делает даблджамп летит он делает зачем-то плазминкой стреляет туда а у него и потом ему дают бы фугу он реально думал там раньше просто да чуть-чуть там доли не хватило ему бы дали какую бы ей попал следующее торнер с 20 кругу 418 ровно play 18 и 0 0 0 быстрее ну ладно на 576 спиной спину и заворачивал ты видел и да очень много скорости и тоже через выстрелов очень круто за queen козлина россия хабаровск не знаю как на баровск и скорость тоже очень даже хорошая через верх хорошие кстати вот тут финиш получше и за счет этого мне кажется он выиграл пикачу на секунду и 2 сделал еще побыстрее play круто он он перебил мой тайм у меня 16 6 7 ну я забыл самый классный залет пока что у торнера финиш офигенный вообще да очень быстро и на целую на целых 600 перевел вот эти фрукти и перебил тебя и в итоге сделал по ходу мировой рекорд я так понимаю да да сделал play очень круто сохранил скорость я какая бы фига жесткая он по любому биндом это это стреляет так давай так скил 0 5 и ken x 24 272 ну у торнера все равно самый красивый был залет за задницей очень классно прям вес встайл вот что так классное что мне понравилось вот так так он взял вот эту рампу вот прям четко количество плазминок запустил чтобы наверх залезть так с цирку все это пропрыгивал фрейм от джамп подобрел пазл чтобы смогли залезть в три прыжка допрыгнуть до дороги да где-то чтобы влететь почему скорость такой неплохой разуме низкий рокик до этого сделал нормальный и чуть не забил головой финиш в общем финишный проход так следующее и поздравляем кенекса стоп 1 поздравляем до да 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 большой молодец у него по моему один из первых вообще топ 1 у него вроде не было раньше не знаю ну в общем двойное поздравление и тутти фрути топ 1 play да смотрите классно очень быстро сейчас зайду в онлайн перебью его пожалуй она очень узкая карта ты замучишься тыкаться во все что-то это можно ну ладно не будет подговорил он даже там маленький фрейминг сделал но не ожидал скорее всего что так залезет ну чё-то не заслу сыхание скорость нормально так еще скорость 900 очень круто в общем там нижний проход был для баку 3 верхнем на рампе о чем сока подлетаешь вот вот они демки вот они прохождение поздравляем всех за участие спасибо за демки третий фрути стоп 1 пикачу 2 заки он третий в которой у нас кенекс 1 хейс 2 винтер 3 я сейчас переключусь на браузер вот здесь мы видим результаты варкап 196 вот они демки их можно скачать их здесь много заходите скачиваете все такое комментируете хотелось бы сказать то что так получилось что это варкап на этой карте был не ну не первым то есть на дефакт он был до этого оказывается то что варкап 26 был на этой же самой карте 170 варкапов назад 170 недель который был в 2011 году аж вот и на нем на нем ну я занимал первое место и еду на второе вот как раз его деку я и показывал демки я не знаю можно здесь скачать они ссылаются на брэкдаун на который уже закрылся давным-давно очень жалко ну и все здесь только множек много комментариев было про эту карту просто поиграли пацаны и все ну что присылайте демки на следующий компетичный какой бы здесь сейчас не шел смотрите комментируйте ну если такое как обычно там лайкать и не знаю и в общем-то да всем удачи участвуйте обязательно присылайте демки и всем пока всем пока